Энтертеймент Уан представляет В фильме «Выжить» В главной роли Даг Вудс Вот и наш парень И он готов устроить телемагию Да поможет нам Бог Что это вы сотворили, сэр В? Это из нового бюджета на маркетинг Мобильный билборд Мороз по коже Ладно, поехали, путь не близкий Папа! Папа! Черт, подержи Эй! Ты почему раздетая? Тут холодно Ты что задумала? Мама записала тебе видео, и я тоже Так вот, что за маленькая обезьянка стащила мой телефон Да, я хотела сделать сюрприз Что ж у тебя получилось, красотка Спасибо, люблю тебя Давай домой, домой! Живо, живо! Прости Ты не попрощался Я не хотел вас будить, решил ускользнуть, прости меня Береги себя, ладно? Иногда тяжело уходить, да? Да Иногда Билл, сколько нам ехать? Где-то часов семь Потом мы наймем лодку, черт знает куда и бросим тебя, а там умирать Значит, у меня куча времени для дальнейшего доминирования над моим бедным младшим братом Неужели? Я тренировался онлайн, так что берегись Давай ходи Это? Ты уверен, что ты ходишь именно с этого? Я просто так говорю Будем играть или трепаться? Она уже окончена Засранец ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, последний прогон Значит так, у тебя четыре GoPro Одна Black Magic HD-телевизор с ночным видением Да, и вот, салфетки для линз Пользуйся, я устала браковать материал из-за грязных линз Бери, бери Слушайся, мэм Ладно, еще раз прогон по локации Мы будем кружить с нашим гидом около 70 километров по западной Томагонии Это очень и очень удаленное место, на километры вокруг ничего Ближайшее место – это охотничий лагерь под названием Берскин Лейк Бывшая лисопилка, очевидно, наш проводник там живет Супер Топография? Масса озер и рек, съедобные растения и грибы Осторожно Съедаешь один сраный гриб и… Один, воспоминания первого сезона Давайте без этого Но все равно съешь что-то отстойное, зрители это любят Это то, что ты любишь Ну да, и я тоже А это новая аудитория для нас, так что… Она права, права Это наш шанс сделать шоу по-настоящему большим Не волнуйся, старик, у Даги все под контролем Я очень на это надеюсь, столько мы к этому шли И я не готова к настоящей работе Спасибо за вашу сногсшибательную уверенность Ну, ты понял Вот это все Я чувствую вашу любовь, я чувствую, чувствую Хе-хе-хе Хе-хе Хе-хе Кто последний, тот платит Только недолго Дни все короче Пора ехать Не знаю, как вы, парни, а меня моя задница позвала Энджи Что такое? Пойду спрошу кого-нибудь, где наш проводник Ладно, Билл, давай Чудный городишко На подъезде была больница, видел? Если повезет, достанешь аспирин Я так и понял Класс Слушай, старик, не для протокола Я знаю, что ты отправишься туда и будешь молодцом Мы все верим Мы все верим? Мы все Ладно Спасибо Дрыщ На сантименты пробиваешь меня, да? Нет, вообще Просто пытаюсь подобрать слова Говори как есть Не подломай нас Покажи настоящее шоу Хватит сортирных шуточек Или такой дурацкой фигни Что мне потом только вырезать? Эта история с интернет-шоу Может принести реальные деньги Я не хочу, чтобы твое эго Стало на пути у команды Прости, старик Пойду проверю оборудование Славно поболтали Я дебил Ну что ж Я нашел проводника Он только что взял завтрак Просит немного подождать Серьезно? Не думаю, что он шутки шутит с блоком пива Билл, ты подумай Мне нужно построить шатер и очаг До наступления темноты Да, да, да Хочешь поговорить с ним? Господи Давай, используй свой звездный шар Вперед Пусть оторвет задницу Давай Его зовут Дункан Дункан? Да Парень в конце Я Дак Дак Вудс Очень приятно познакомиться Мистер Вудс Вы смотрите шоу? Был бы, был бы кабель Да, есть такое Так вы хорошо знаете эти места? Выросли здесь? Чтобы я был запроводник, если не так Как насчет совета? Кому? Такому крутотющему, как ты? Хрен Ничего, чтобы я сам себе не сказал Тогда иду туда И что же это? Что если я умру Медведь наверняка найдет мое тело раньше любой поисковой группы Увидимся на лодке, мистер Вудс Ободряюще Хорошо Энджи, Терри, это Дункан Дункан, Энджи, Терри Привет Как дела, ребят? Спасибо Так, у вас тут мотор? На этих водах нужен низкий привод Очень удобно, когда озера позади оказываются сезоном лосей Впечатляет Я знаю Все лучше детям Все как обычно Пять дней один Делаешь телемагию, мы забираем Что-то случится, мы отследим спутниковой и вытащим тебя оттуда Да? Да Должно быть, это очень успокаивает То, что ты делаешь Это правильно? За дерьмо? За дерьмо Ладно, вы с нами? Давайте Костлявые руки Третий сезон Костявые руки Третий сезон Костявые руки Чёрт! Пять секунд и промок. Новый рекорд? Смешно. Только не начинай новый сезон с жалоб на это. Знаешь что, как только ты захочешь стать на моё место, скажи, это будет супер-комеди-шоу. Срака. Не забудь поесть дерьма. Не забудь поесть дерьма. Всем привет. А вот и я. В дичайшем месте Великого Канадского Севера. Меня только что высадили из лодки, и я абсолютно один. Я не увижу ни души, пять дней, пока они не приедут меня забрать. По сценарию я играю фотографа, который заблудился в лесах и полностью отвергнут. И как обычно, мои продюсеры спаковали мой рюкзак. Я не знаю, что там. Что ж, давайте посмотрим, что тут у нас. Есть шляпа. Фотоаппарат. Вспышка. Банка энергетика. Банка энергетика. Яблоко. Швейцарский армейский нож и пластинка жвачки. Прежде всего, я хочу дойти до тех деревьев. Как только я туда доберусь, я пойму, как я буду выживать следующие пять дней. Как видите, я начал строить укрытие. Взял большую ветку поваленного дерева. Ложиться я буду в этих кедровых ветках под углом. Это должно сохранить тепло и уют. Идея в том, чтобы обеспечить... Черт! Твою мать! Ладно, давайте это запечатлим. Вы видите? Прямо под ноготь. Да, первая кровь, первый же день. Это больно. Раз, два, три! Так-то оно лучше. Теперь я вымоюсь и вернусь к своему шатру. Приветик. Да, я только что допил эту вкусную газировку. Я покажу вам, как развести огонь при помощи такой банки. Вот что нужно сделать. Взять немного земли, влажной, и отполировать днище банки. Я занимаюсь этим уже около получаса. Да, полчаса непрерывной полировки. Я в этом мастер. Хватит обломов. Что мы делаем? Размещаем банку так, чтобы солнце било прямо сюда. Найдите положение и дайте солнцу сделать свое дело. Да. Я сделал огонь! Жалко, аплодировать некому Да ладно, не важно, как вы отрежете, главное не спалить камеру Ладно Еще дерево, дерево Привет, бесстрашный лидер, еще живой? Услышал твой сексуальный голос и обрел смысл жизни Постой, Билл хочет с тобой поговорить Привет, старик, все хорошо? Да, все настроено, просто решил вас набрать Это музыка? Да, слаб топа, Терри Знаешь что, приятель, Дункан поставил нас в отпадном месте Пока Энджи устанавливала точку доступа, я поймал две здоровые форели, запек их, а у Энджи был скотч, выпили Ты же в курсе, что я сплю под деревом, да? Поэтому ты станешь знаменитостью в 11 странах мира Сам сказал Эй, дай Терри трубку Дрыщ! Привет Ну, что сегодня отснял? Да, все нормально, не без маленьких обломов, правда Ну, это ожидаемо Умник Слушай, я прошел до озера Гал, поставил тут шатер и буду стоять здесь Так что забирайте там же, где скинули, понял? Да Ладно, продолжайте там веселиться Поговорим утром Обо мне не волнуйся Обо мне не волнуйся Что-то какой-то шум разбудил меня. Я буквально почувствовал, как земля пошатнулась подо мной. Бори нет. Наверное, подземный толчок. Они редки, но случаются. Продолжение не слышно, так что назад. Кроватку. Ну что ж, второй день на канадском шельфе. У меня есть шатер и очаг, но все равно приятно видеть солнце. Оно пробудет... Мать честная. Вы только посмотрите. Видно? Идеальная линия уходит в озеро. Может, это связано со звуком, который я слышал ночью? Это не молния. Это нужно расследовать. Дикое шоу теперь детективное шоу. За мной. Что за... Черт. Вы только гляньте. С водой что-то не так. Черт. Кажется, у нас гости. Главное — сохранять спокойствие. Потихонечку назад. С пути мистера Волка. Крупный самец. Готовится к долгой зиме, поэтому набирает килограммы. Для него тут просто рыбный пир. Это странно. Он к ним не притронулся. Я очень хочу рыбки. Но, наверное, волк знает что-то. Чего не знаю я. Лучше перебдеть. Безусловно. Безусловно. Черт. Черт. Бесполезное дерьмо Может, это был метеорит Он мог сбить спутниковый прием, Терри Сейчас бы пригодилась твоя эрудиция Метеорит Я не буду рисковать с этой рыбой Посмотрим, сможем ли мы что-то поймать Поехали Видите, вот эти штуки, вон там Этот помет, вероятнее всего, кролика Я против убийства животных, но в условиях выживания все ходы оправданы И этот большой толстый кролик сейчас был бы очень кстати Посмотрим, что выйдет Одна из простейших и эффективнейших ловушек называется «Смертельная цифра 4» Для этого нам нужны три палки и большой камень Делается очень просто Положите приманку на самый кончик палки «С» вот сюда Наш пушистый дружок подскачет сюда Любопытный и голодный Если нам повезет, ловушка сработает А это убьет любое мелкое животное Давайте снова все настроим И вы увидите, как это делается Берете большой камень Он тяжелее, чем кажется Палка А Палка Б Палка С Все же лобки и насечки в одной плоскости Опускаем камень Так Теперь к приманке Кролики любят яблоки Вот так Теперь будем ждать Отлично А вот И не говори, что я для тебя ничего не сделал, Энджи Итак, этим утром я расставил три ловушки Посмотрим, попалась ли нам еда Вы только гляньте Подождите Похоже, у нас будет завтрак Поверьте, мой живот не откажется от теплого мяса Не может быть Два из трех Поедим Два из трех Два из трех Игорь Два из трех Два из трех Два из трех Как видите, я удалился от лагеря. Лучше не приближаться к месту ночлега с кровью или потрохами. Это может привлечь незваных костей. Койотов, волков, медведя. Берете кролика так, кладете на спину, вот так вот. И нужно сделать хороший длинный надрез от груди до низа живота. После этого при помощи большого пальца снимаете мех, как с гигантского мандарина. Стягиваете. Потом спускаетесь к лапам и срываете его. Нужно сделать надрез вокруг лап. По идее, все должно соскользнуть. Затем хороший надрез от грудной клетки до живота. На этот раз глубокий. А там у нас хишки кролика. Вот так вот. И последнее, но важное. Прости, приятель, отрезаем голову. И вот что мы имеем. Роскошный дикий кролик. Можно готовить. Давай же. Бесполезное дерьмо. Поиск сети. Меня слышно? Привет, милый. Я знаю, что последнее время одни стрессы. Я хотела дать тебе что-нибудь, чтобы ты был в тепле, в уюте, холодной ночью в лесах. Я знаю, что тебе там нравится. Просто будь осторожен. Пожалуйста. Ладно? Мы будем дома, когда ты вернешься. И они тоже. Я люблю тебя. Что бы это ни было, оно вернулось. Наверняка этот волк. Волки ходят стаями. Меня бы уже не было, если бы я нервничал. Между стаей волков и медведем я выбираю медведя. Нужно поесть. Итак, только что я съел первого кролика. Объедение. Я с легкостью мог бы разделаться и со вторым, но было бы мудрее оставить его на завтра. На случай, если в мои селки ничего не попадется. Я не хочу завтра голодать. Но я и не хочу хранить кролика здесь, в лагере, чтобы меня не нашли такие звери, как мистер волк. Поэтому я повешу его на высокой ветке, чтобы его никто не достал. Но у меня нет веревки. Вот где пригодился ремешок от камеры. Он соткан из прочного нейлона, и если его разрезать, выйдет отличная веревка для кролика. Итак, у меня самодельная веревка с привязанной на конце палкой. Попробую закинуть ее на ту ветку. И подсадить братца кролика. Почти. Еще разок. Да. Еще раз. Подождите, постойте. Почти вышло. Черт побери. И на три. С первого раза. Ладно. Хорошо. Отлично. Проще простого. Итак, важный и часто недооцененный аспект выживания — это не усыплять ум. Из-за изоляции и одиночества многие могут потерять надежду. Как вам известно, я люблю играть в шахматы сам с собой. Поэтому. Так. 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 Так, чей был ход? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не представляю, который час. Наверное, где-то полночь. Небо только прояснилось, но я практически не намок. И мне удалось сохранить сухое полено. Я подкидываю понемногу, чтобы огонь не потолк. Мне очень нравится этот шалаш. Поваленное дерево, сосновые еловые ветки служат крышей. Я буду более-менее сухой всю ночь. Проверим это утром, ребята. Более-менее сухой мой мокрый холодный зад. Как я вас сейчас ненавижу. И вашу научно разработанную непромокаемую палатку. Что это было? Как насчет ночной съемки, Терри? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 были сбиты вооруженными силами. Власти умоляют людей уйти подальше от густонаселенных городов. Уйти как можно дальше. И если вам удастся избежать всего этого, если вы меня слышите, если вы там, удачи вам. Удачи! Большие города. Джо! Они должны быть живы. Я поплыву по каналам. Дальше буду думать. Дункан? Что ты забыл в моей лодке? Это я, Дак Вудс. А где остальные? Все мертвы. Мертвы? Какого черта происходит? Нет времени объяснять. Садись в лодку, поговорим по дороге. Мистер Вудс, вам правда нужно выйти из лодки? Дункан, я не буду с тобой спорить. Просто залазь сюда. Черт, нет. Черт, нет. Мертвы. Садись в лодке. О, по- Шах и мать. Шах и мать. Шах и мать.